Подводное НЛО. Основано на реальных событиях. 2 января 1976 года. Озеро Сабина, Техас. Отец с сыном отправились на воскресную рыбалку на озеро Сабина. Озеро спокойное, ветра почти нет. Мальчик посмотрел через борт лодки и заметил нечто. Огонек под водой. Он сказал отцу. И когда тот увидел свет, то спросил сына, не ронял ли он фонарик за борт. Сын показал фонарик, а свет под водой сделался ярче и стал расти, будто что-то поднималось со дна прямо к лодке. Свет был все ярче, пока не оказался прямо под лодкой. Яркий свет сиял под дном лодки несколько секунд. Отец и сын принули к борту, чтобы рассмотреть его. Утро было прохладное, и когда свет приблизился, на них повеяло жаром. Объект приблизился. Стало видно, что свет исходит от твердого предмета под водой, но разглядеть они его не смогли. Он вдруг метнулся в сторону. Мальчик испугался, а затем заметил, что его отец тоже напуган и что его вот-вот стошнит. Внезапно отец включил мотор на полную мощность и ринулся к берегу мимо причала прямо на пляж. Он прежде никогда так не делал. Что бы ни было в озере, оно испугало обоих. Отец и сын бросили лодку и кинулись к дому дяди Дейла. Дейл был братом отца и служил радистом ВВС. Отец рассказал Дейлу о огнях и о объекте. Вся троица вернулась к лодке, там они заметили нечто необычное. От лодки исходила странная энергия, она будто бы гудела. Дядя решил, что это странно и начал бросать в лодку болты. И вдруг они стали приставать к ней прилипать как к магниту. Лодка алюминиевая, а алюминий не магнитится. С чем контактировала лодка, как она намагнитилась? Часто предметы, контактирующие с НЛО, приобретают электромагнитные свойства. Это случается не только с лодками, но и с автомобилями и другим транспортом. Люди, приближавшиеся к НЛО, сообщают о том, что объекты излучают сильный жар. Этим можно объяснить жар, который ощутил на себе мальчик. Интересно, как много деталей совпадает с другими сообщениями об НЛО. Например, скорость передвижения под водой. НЛО может двигаться очень быстро. Обнулить гравитацию может не испытывать на себе давление воды. Это позволяет ему достигать под водой такой же скорости, что и в воздухе. Где бы ни находился объект в воде или в воздухе, между свидетельствами много общего. Если это внеземные объекты, то что им нужно? Что они делают под водой на земле? И главное, не опасно ли это для нас? А на этом пока все. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok